Здравствуйте! Это программа «Время говорить». Сейчас вы на своих экранах видите то, что у нас происходило в субботу. Мамин, премьер-министр всех, собрал в офисе цифрового правительства и разбирались там, что у нас с ценами, как надо их стабилизировать. Ну, если официально, то, как InBusiness пишет, Мамин поручил повысить эффективность работы Акиматов по стабилизации цен. В субботу собирается правительство, даже там уже признают и понимают, что вопрос-то надо решать и кардинальным образом что-то надо делать. Ну, куда годится, так цены у нас растут, что ого-го. Не успеваем мы, собственно, считать, сколько мы тратим, и продовольствие у нас дорожает, причем такими темпами, как я вот своим коллеге сказал, в два раза быстрее, чем в прошлом году, в этот же период. В общем, ситуация такая, что надо что-то менять. Но сейчас давайте с экспертами мы обсудим, в какой ситуации мы находимся. И достаточно этих мер, я специально посмотрел в правительстве пошагово, что они хотят сделать для того, чтобы изменить ситуацию. Вот достаточно этих мер будет для того, чтобы вернуться, например, к тем же ценам или хотя бы замедлить вот эти темпы. Итак, в студию сейчас Жанат Нургалеев, экономист, руководитель некоммерческой организации Integrity Astana. Здравствуйте. Эльдар Шамсудинов, эксперт подключается, директор ДМТ Technology к нам по скайпу. Господин Шамсудинов, вы на связи, все нормально? Да, здравствуйте. Да, ну давайте, да, для начала обрисуем сейчас ситуацию, в которой мы находимся. В целом, какая у нас инфляция сейчас, и что больше всего повлияло на этот показатель. Да, пожалуйста, господин Нургалеев. Спасибо, Наню. Ну, как уже отметили, да, сейчас уже порядка 8-9% инфляция составляет, да, по состоянию на сентябрь, да. Если говорить в структуре инфляции, то наибольший удельный вес, именно вклад, это продовольственная инфляция, да. Больше 50% это в рост инфляции вносит именно рост цен на продовольствие, да. Как уже отмечали, это рост цен и на овощи, и на фрукты, и на масло, мясо. То есть те продукты первой необходимости, да. Вот смотрите, да, вот как я ссылочку сделал на то, что премьер всех собирал в своем цифровом офисе в субботу, и там озвучено было, что за неделю у нас рост цен на социально значимые продовольственные товары состоял на 0,2%. Мало, да, 0,2%, но тем не менее, мы-то ощущаем это, когда ходим в магазины. Смотрите, капуста 3,5%, яйца 1,6%, больше всего скакнула капуста, кстати, в Алматы почему-то 19%, Актюбинск 7,4%, значит, Туркестан 6,7%, так это же юг. Значительный рост цены на яйца произошел в Атыраусской области вообще по 30%, друзья. Вот в таком смысле, да. Да, еще это не предел, там, кстати, сейчас вот буквально последняя новость, это по поводу урожая сферы Казахстанской области. Сейчас будет рост еще на, возможно, на хлебобулочные изделия, да, поскольку в этом году урожай очень собрали маленький, да, и урожайность, она порядка 10 центров с гектара, да, составляет, средняя урожайность, да. То есть очень низкие показатели, да, как было связано как с погодными условиями, так и вообще с методами, технологией, да. То есть правительство сейчас может смело пенять на погоду, природу и так далее, да. Ну, как правило, как это делается, да, то есть во всем виноваты погоды или мировые внешние шоки, да, но не мы, да, ни в коем случае. Мы вот поручили, поручили, а что на самом деле, как бы, это... Да, господин Шанцудинов, пожалуйста, ваше мнение. Ну, смотрите, не стоит, конечно, недооценивать внешние факторы, поскольку они имеют серьезное влияние. Мы впервые столкнулись с таким, мы вышли из эпидемии, возможно, нырнемся в следующем году в новую эпидемию. Вот, и увеличились расходы, трассы в спортировку, изменилась структура потребления. Многие вещи произошли, которые мы сейчас прям не наблюдаем, но уже чувствуем. То есть не стоит пьянять только на правительственные, на Азбанк, что вот у нас такая инфляция, цены растут. Вверх нужно смотреть окружение. Казахстан же не один на глобусе, есть там Россия, есть Китай рядом. Например, допустим, как в Китае сейчас структура потребления изменилась, какие сейчас цены у них, как в России, допустим, яйца в России в цене поднялись, а у нас дешевые яйца, то казахстанские яйца сразу же уедут в Россию на экспорт. И он будет либо теневой сектор, если закроют экспорт, либо там явный экспорт. Есть многие показатели, нельзя прям примитивно подойти и сказать, вот инфляция выросла, потому что у нас выросла денежная масса. Ну хорошо, давайте не будем так говорить, на то вы эксперты, чтобы разобраться. Давайте поймем тогда, если вы говорите, не стоит ругать правительство, то в чем тогда причина? Хорошо, внешние факторы, ну мы завозим инфляцию, в том числе импортируем с российскими продуктами, у нас есть зависимость по отдельным показателям, позициям точнее, очень даже серьезная. И еще что? Монетарные? Ну я бы сказал так, не стоит обращаться к 2020 году для расчета, все-таки надо брать за пример 2015 год и с ним сравнивать, поскольку 2020 год это карантинный год, это год аномальный, он выбился из общей статистики. Да. Еще хотелось бы понять, вот сейчас понятно, что в Кагмине там собрались далеко не дураки, они пытаются что-то сделать, наши министры, значит, совместно с Мамином. У меня есть вот список, я специально его для себя распечатал, чтобы понять, что правительство наше дело, чтобы как-то изменить ситуацию. Я его прочитал, чтобы не занимать время, я его не буду пересказывать, но такое ощущение, как будто мы опаздываем лет на 5-10 с этим списком. Ну смотрите, значит, ну что здесь? Будет организован закуп социально значимой продовольственной продукции, расширенная роль продкорпорации, в отношении стабильных, бесконечных цен на сырье для переработчиков продукции, расширенные механизмы субсидирования льготного кредитования производителей. Так это стандартный набор, так сказать. Да, более того, сейчас коллега отмечал насчет внешних факторов. Мы не увидели в мероприятиях правительства, как будет работать в рамках Евразийского союза. Вот если говорить про рост цен на ГСМ, Россия тоже влияет на нас. Если у них цена повысилась, соответственно, тоже экспорт ГСМ уходит туда. По дизельному топливу мы сейчас замечаем, какая ситуация плачевная. А какие мероприятия наше правительство предлагает в рамках этой борьбы с завозом этой инфляции, как таковой, мы не увидели. У меня складывается ощущение, что мы все-таки сейчас заложники вот этой сырьевой направленности нашей экономики, и мы не можем себя, а, обеспечить нормальным продовольствием, б, что-то сделать с тем производством, которое у нас уже есть, не можем его никак поддержать. Или это здесь все-таки ковид и вот эти... Да, да, Гошмидс, пожалуйста. Если позволите сказать, смотрите, с 70-х годов есть четыре основные фактора инфляции. Это долларовый фактор, нефтяной фактор, госрасходы и аграрный, продовольственный он же. Долларовый, там, изначально, когда менялась стандарт, то есть с ЗВР мы уходили, с золотовалютных стандартов на долларовый, то есть много инвесторов не верили в валюту, и, соответственно, там началась гиперинфляция. Нефтяной, когда цены на нефть резко растут или резко падают, в любом случае инфляция получается. И, там, госрасходы, вот, допустим, сейчас в 2020 году были пособия увеличены. Ну, то есть это нужный фактор, конечно, был, но он сейчас у нас отыгрался. Да. Вот, и аграрный, то есть он же продовольственный. Структура потребления меняется, это первое. Второе, касательно дизеля, смотрите, был определенный арбитраж с российским дизелем, то есть наш дизель стоил дешевле, соответственно, к нам приезжали грузоперевозчики и заливались нашим дизелем. То есть, там, в прибраничной территории. Разве они могли сделать, они погоду разве делали, что ли? Ну, я не знаю. Нет, они не делали погоду, да? Просто у нас объем потребления не очень большой. А когда к нам приезжают дальнобои российские, там, и крыгызские, закупают наш дизель, и больших объемов заливаются, уезжают, то это серьезно сказывается на нашем рынке. То есть у нас, соответственно, и дизель, который кончился потом. Да, пожалуйста. Да, вот коллега отметил насчет госрасходов, да. Я бы хотел тоже в этом связи сказать, что это очень важный аспект. Вот у нас в прошлом году, в 2020 году, закончилось свое действие как концепция управления госфинансами. В текущем году, в сентябре, президент в своем послании дал поручение разработать новую концепцию управления госфинансами, которая предполагает работу по трем направлениям. Это первое, это бюджетная политика, второе, это национальный фонд управления госфондами, и третье, государственный долг. Как это связано с инфляцией? И я хочу понять, мы сможем ее обуздать. Вот она галлопирует, на мой взгляд, она галлопирует инфляция. Ну куда годится, я же говорю, продукты питания по сравнению с прошлым годом в два раза ускорились. Вот рост цен на продукты питания. Ну то есть влияние пандемии, влияние... Если что, судина, не надо сравнивать с прошлым годом, но все равно, я же хожу в магазин, как и всем. У нас же пошли вливания в экономику уже, на поддержку, с коронавирусом, с пандемией, на поддержку. И так или иначе, тут необходима такая контрцикличная политика, чтобы сдерживать вот эти государственные расходы. Из 15 триллионов тенге, порядка 5 триллионов – это трансферты из национального фонда. Это очень такая цифра, которая показывает наглядно, что мы прибегаем к нашей подушке безопасности. Да, оно создавалось для того, чтобы мы могли это использовать в такие тяжелые времена, но тем не менее, мы не можем дальше это себе позволить. Потому что уже на следующий год для покрытия текущих расходов также правительство планирует вот эти трансферты из национального фонда. То есть, по сути, мы не будем направлять на бюджет развития, а будем покрывать текущие расходы, связанные с выплатой пенсии, пособий и так далее. То есть, текущие по содержанию, по благоустройству, по излиянию. А в будущее поколение... На полках. Мы что увидим на полках? По 0,2% увеличение каждый раз на оплату питания? Если в неделю такое увеличение, то считайте, 4 недели в месяц, за месяц мы уже сколько получаем. То есть, официально порядка где-то к концу года, наверное, будет инфляция около 10%. А если сравнить цены, например, декабрь к декабрю, то там, наверное, и побольше. А неофициально, конечно, нам цифры эти не будут говорить. Да, ну вот смотрите, что сегодня новость выходит. Наши коллеги из Сенбизнеса пишут, как правительство стабилизирует цены на хлеб и муку. Хотя бы здесь. Давайте посмотрим. Несмотря на низкий по сравнению с прошлым годом урожай, о чем мы сейчас говорили, Казахстан обеспечит свой рынок зерном. Вот смотрите, планируется, что зерновыми у нас будет где-то порядка 16 миллионов тонн, в среднем 10 центнеров. В общем, все должно быть хорошо в этом плане. Хотя бы здесь. Мука, зерно. Ну, в целом, это, конечно, точечно, я так думаю. Из тех мер, которые есть здесь, которые я специально взял в плане аграрного сектора, что у нас здесь, например, есть и, возможно, будет введено это, при необходимости, ограничение на вывоз сырья и материалов, по которым наблюдается дефицит либо рост на внутреннем рынке. Вот уже и такими методами пойдем, антирыночными. Ну, запретительные меры всегда плохо работают. Появляется серый рынок, черный рынок, появляется дефицит на рынках. Это крайне рискованные меры. Возможно, они где-то и нужны, но в данном случае они выглядят сейчас рискованными. Ну, лишь бы целый магазин не росли. Касательно зерна все-таки, смотрите, эти меры, наверное, они идут цикличные. То есть мы увеличиваем субсидии на зерно, мы увеличиваем вливание денег в экономику, а в ответ мы не получаем экономического роста, потому что, ну, наверное, сама по себе инфляция не так страшна, как страшная инфляция, которая не подтверждается экономическим ростом. И, возможно, мы вот сейчас не имеем дела. То есть инфляция есть, а экономического роста нет. Вот такая вот сейчас ситуация. И, наверное, нужно смириться с этой инфляцией, во-первых. Ну, вы сейчас оспариваете данные, которые приводит правительство. Экономический рост у нас есть, у нас пост-керонавирусное восстановление сейчас. Например, восстановление есть, но, наверное, оно недостаточно. По сравнению с базой 2020 года, они говорят, что рост есть 3%. При этом мы говорим о том, что в 2020 году у нас было падение. Вот я согласен с коллегой, что... То есть вообще весь мир в 2020 году замер. Да. Не только мы, в смысле, это же не только нам. Там развитые экономики остановились, и не говорим сейчас даже про развивающиеся. И мы к ним сейчас как пример обращаемся, это, наверное, не очень корректно все-таки. Нужно делать и 2019 год, и 2020 год, чтобы мы понимали сравнение, какое происходит. Какая динамика вообще происходит. Да. Хорошо. Ну, фокус цифр понятно, в них можно долго разбираться. Мы все меряем, я, по крайней мере, свою по кошельку. Пошел в магазин, потратил больше, чем обычно. Все понятно, цены выросли. Что надо делать правительству? Давайте ответим на этот вопрос. Что предпринимать? И вот, собственно, может быть, уже в пожарном порядке что-то вводить? Пожалуйста, господин Горгулей. Ну, тут правительство опять точечные меры предлагает. Вот субсидирование, да. Опять будет выделяться бюджетный кредит для продкорпораций, чтобы они закупали по ценам. А потом путем форварда на рынок выставляли по льготным ценам, да, и при этом какая-то стабилизация была, да. Но здесь никто не говорит про стимулирование производства, да, сельхозпродукции. Какие мероприятия вообще планируются, чтобы реальное производство, чтобы поддержать наших реальных производственников, да, какие вообще меры предполагаются, да, что будет для этого сделано. То есть мы не вкладываем какой-то потенциал в развитие, да, там, в развитие нашей базы. Необходимо вот наращивать вот эту производственную базу, да, в сельском хозяйстве. Потому что АПК, АПК, агропродовольство, это флагман, да. Я уверен, мы себя можем кормить по всем позициям, и по переработке, и по мясу, и по колбасам, которые мы завозим из России. Зачем они здесь нужны? Мы можем все это производить? Просто вот я почему говорю про госрасходы, надо их перенаправлять. Вот, допустим, возьмем Туркестанскую область. Бюджет в текущем году 1 триллион тенге составляет, рекордный, это в два раза больше, чем в столице бюджет. При этом надо понимать, куда он направляется, если структуру посмотреть, то опять идет на содержание, на какие-то текущие мероприятия, на содержание там того же самого каравана-сарая, который построили, там какие-то еще там спектакли приглашают, там, и светали, там, и так далее. Хотя, если бы они направили на развитие плодовощного производства, на развитие именно, чтобы можно же там позволять, вся природа одарила. И чтобы еще по пути не разворовали. Да, не разворовали. Вот поэтому здесь нужно точечно следить и следить за эффективностью бюджетных расходов, и чтобы было бюджетное финансирование взаимоувязано с индикаторами, с показателями. Мы же сейчас понимаем, что вот если будем опять на субсидирование вкладывать, что мы на выходе имеем, да? Ну ладно, мы там пару месяцев сейчас стабилизируемся, цену, но в следующем году эта проблема опять возникнет. А системных мер, как таковых, нет у нас, не предложено. Мы сейчас опять надеемся на то, что пошла рост цен на нефть, и что у нас есть... Я вообще не знаю, радоваться этому или нет. Пособия быстро так увеличены, как цены на нефть у нас растут. Нет, нет, да, например. Ну вот не знаю, если честно. Кстати, вот сейчас подход новый, да, вроде бы правительство вводит, так скажем, нацпроекты. Вот они, может, нас спасут. И АПК там, кстати, тоже есть. Нацпроекты, да. При этом правительство пусть отчитается по тем госпрограммам, которые завершили действия в 2020 году, да? Ну, логично. Пусть они представят те результаты, те показатели, которых они достигли. И тогда, как правило, когда мы чему-то нового какое-то внедряем, мы хотим отчитаться по старому и идти дальше, да? Чтобы была такая преемственность, чтобы было понимание. Сменился у нас министр сельскохозяйства, а что сделано по агропромоузной программе, да, за предыдущие пять лет, да? Чтобы планировать на следующие пять лет, надо же, надо нам открыто сказать, что мы, чего мы достигли, чего не достигли. А пока это не будет открыто об этом люди говорить, то мы так и будем. Да, это как бы стало уже история, ушло в архив. И что там было, как там было. Действительно, а уже у нас проекты. Да, у нас проекты, да, новые бюджеты, новые там нужно... И посмотрим, да, какая у нас операция будет в следующем году, когда у нас проекты будем реализовать. Пожалуйста, господин Шамсудинов. Смотрите, давайте вернемся к АПК. Давайте. Промышленным комплексом. Наверное, все-таки АПК это удел развивающих стран с очень низкими доходами. И занятость в АПК не такая высокая. То есть массовая занятость, которую, думают, уйдет в АПК, это неправильно. Это первый фактор. Второй фактор, даже если мы сейчас научимся хорошо и быстро производить собственные продукты, если цена на них будет низкая, они уйдут на экспорт, опять же, они уйдут на экспорт в Китай, они уйдут на экспорт в Россию. И на это надо обращать внимание. То есть часто все программы, которые планируются, они почему-то думают, что Казахстан опять один на глобусе мира. И никуда эта продукция за пределы Казахстана не выйдет. Вот это первый момент. Второй момент. Продукты должны все-таки подорожать. Ну, в смысле, для социально уязвимых слоев населения нужна поддержка. Их нужно поддерживать. Им нужно выдавать льготы. И там разные инструментарии есть. Но вот на масс-сектор все-таки цены нужно поднимать. То есть цена с удержанием дизеля должен быть тем самым красным примером, который показывает, что не нужно держать цены на эти продукты. Они социально значимые. Но как только мы держим на них цены, появляется арбитраж, и соседние игроки приезжают к нам и начинают выкупать. Вот аналогичный пример. Справедливости ради надо заметить, что правительство работает в плане выявления ценовых сговоров. Вот на этой неделе была информация, что у нас 7 фактов выявлено, всего лишь 7, по торговой надбавке, необоснованной по 18 товарным позициям только в Нур-Султане, а также в Туркестанской и Мангастаевской областях. Назначено расследование. Речь идет о картельных сговорах. Да, да, да. То есть мы вроде стараемся контролировать, правительство вроде старается контролировать цены, но в то же время мы получаем то, что получаем. Ну, опять же, видите, это… Да, если можно коротко закончить свою мысль. Это просто маленькие рынки, не узкие, а именно маленькие рынки, о них идет речь, и на маленьких рынках очень быстро формируются либо монополии, либо картели. Это нормальное явление, и, в принципе, вмешиваться в этот рынок можно, для того, чтобы не допускать таких формирований. Но они все равно будут. Да, естественно. Спасибо большое, коллеги, за это обсуждение. Мы сегодня, собственно, пытались понять, что происходит у нас с инфляцией, и как дальше будет развиваться ситуация с ценами. Это была программа «Время говорить». Смотрите нас каждый будний день. До свидания.